Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио. Как все прекрасно знают, начиная с 9 октября, открылись рейды. Нормал, героик, это все замечательно, героик у нас каждый день стримится в 21 московскому времени, как говорится, заходите, ссылочка на твич в описании, вот, но рейдики просто так не проходятся, к тому же замок Нафрия оказался сложнее, чем люди думали вообще, абсолютно все, мировые гильдии сидят, напрягаются, Поэтому нужно шмот фармить с плюсиков. На текущий момент думали то, что с шестерочек там будет шмот идти максимальный и все на этом, но, оказывается, можно и десяточки максимум фармить. С десяточек падает 200, третий шмот. Пройдете ключик в таймер, получите две шмотки на группу, не в таймер, одну шмоточку. Но ко всему этому, что вообще довольно-таки интересно, нужно пройти 14-й ключик еще. С целью того, чтобы просто-напросто 16-го декабря получить 226-ю вещицу из еженедельного ларца. Это в голове не укладывается, но, в общем, нашел я десяточку с рандомами, прошел ее в таймер в танке, хотя на текущий момент я омейню анхолика и легендарку буду крафтить под анхолика, но пока что просто крафтить нечего. Вот, так что, в принципе, спекнуться в танк у меня было не проблемно, и то есть танк для меня в текущий момент это просто вторичный вариант для попадания в мифик плюс ци. Вот, пофармил сегодня туман и дропнул две шмоточки с шести или семи пройденных данджей, но в целом неплохо. Окей, далее полчаса прохождения туманов с кита. Как говорится, приятного просмотра, там много механик было объяснено, много чего показано интересного, также ротация всех классов присутствует, то есть используется модификация Труфи ГКД для этого. Ну и векауры различные, векауры можете найти в ВК-группе, всякие вот эти ваши столбцы любимые, кнопочки по центру, это все векауры, все ищите там. Не найдете, как говорится, дайте знать в комментариях. Берегите ноги, мойте руки, до скорого. Вот, с рандомами, ну либо сейчас проверим, закрывается это или нет. Точила есть, накладки, есть, все есть, найс. Шоли, найс цены. Давайте чат, прогноз пошел. Донт скип, серьезно? Ну окей, донт скип, так донт скип. Я вообще не против. Зачем мы тогда открывали вообще? Ну в какой смысл времени тратили? Точим, volt. Открызывай. Так. Так. Какое возможное? Ну вот, вот. anim tranquille. Мерс. Аффикс на десятке, полный гордыни Ты шотаешь 20% трэша Влазит моб Ты убиваешь моба, на тебя вешается баф Который увеличивает твой дэмэдж Реген маны Там много чего, короче Я бы еще тех трех пульнул Но мы уже не успеваем до них Типа не ошибаясь в туманах Мы пройдем в таймер, нормально все будет Блять, два душеруба Неприятные паки с этими душерубами Они типа хосту свои увеличивают И отхиливаются за каждый успешный удар Хроническое оружие, я думаю, зря я сюда отдал Есть такое ощущение Это очень сильный сейв 40% парирования, я правильно помню Да, 40% Чувствую, скоро кровь еще выйдет Ну, пиздец, я хп сделаю 7к Это ненормально Меня ебут Вообще знатно То есть, чем больше тебе сняли хп за определенный промежуток Тем больше ты хилнешь ударом смерти Я перехиливаю холи пала Без леги я еще играю Если что Ну, 20% мы набрали, появляется моб Вот он моб Моб хуйня, по-моему Если мы на нем умрем То он свою хп-шку сохранит То есть, его можно убивать хоть сколько вайпов На мне стрелочки Вот, видите, 4 вылетят от меня Нужно типа спозиционировать так, чтобы никого не убить Ну и остальные, да, тоже должны уклониться Ну вот, чекайте друля, например Оп, все На нас сейчас вешается баф Который нам поможет при прохождении На минуту Урон хп плюс 30 Регион маны И увеличение скорости передвижения Ну вот, самое главное Не умереть под ним теперь И все Ну, это, пожалуй, меня касается Группа тут умереть не может никак Хил, блядь, умер На него БР потратили Хотя он мог бы добежать сам Антишка умер Ну, пиздец, блядь Под бафом, нахуй, и дохнем Ну, пиздец Ну, почему? Модификатор очень схож с В инсамбде Модификатор, который был во втором, по-моему, сезоне Да? Тоже каждые 20% вылезали мопчики Вот, но тут-то они тебе еще и помогают Что очень приятно Ну, и задача мог бы, блядь, со мной просто делают Я хуею Не, врыв в какой-либо пак без сейва Это все, это труп Это точно труп На укрепленном Оно так и будет Типа инсты шейла будут долгое время ебать мозги танкам Как мне кажется А, тут же еще дебаф на минус хилинг Угу Я не гляну на сколько процентов Но все же Ну, найс механика для Блада То есть Дебаф на минус отхил Прикольно Вон самди тоже помогал Если ты АДК Ну Я вроде на мотке Когда играл АДК я не прикасался Вот мы, наверное Так, подожди За этих мобов мы получим 4.61 Мы не вызовем Духа гордыни Духа гордыни Ну Ёбка знатная в десятке Я тебе вот что могу сказать Я понимаю Если ты там в свои пати ходишь Ну там Кики кастов распределяешь Сейвики Ну танка ей будут знатно прямо Хотя может другие танки Меньше дамеджа Все получают Просто У меня просто Как Бладу Может тяжело К тому же У меня шмот на мастере В основном Весь Типа санхолика шмот Леги у меня нет Что тоже влияет На прохождение дамжа Ну да Да, шо ли Тоже верно Или с леги Дорогие танки Просто Гера ранее Мне кажется Очень За Ее надо было Секунд на 5 Наверное подольше Типа Пул Проходит 5 секунд Даем геру Хотя Нет, нормально То есть Босс говно Он вообще Ничего не делает Для танка На Тиранике Наверное Те молнии будут Нормально Так долбить Но На текущий момент Это Хуйня Не босс Так Типа Сейвики жмешь И все Треш Реально Жопу взрывает Сейчас же Еще начнется Треш Который Жопу Не только Мне будет Взрывать Еще и Дамагером Что Вообще Неприятно С меня Дамагеры Будут умирать Скорее всего В таком Хорошем Объеме Бурюк Устанет Что Похилиться Дополнительно Со всего Этого А Молния Еще Это Рандомный Каст То есть Она Не всегда В танках Летит Точно Ну Хорошо Хорошо Почему я в бою У нас Куда Феечка Уходит Налево Ну и нам Значит Налево Надо будет Мне вот Знаете Мне всегда Нравились Хилы Которые Могут Поддамагать В какой-то Момент Времени То есть Видно Что у меня ХП не Опускается Хил Берет Вот Дамагает Правосудие Кидает Удар Война Свет Вот Хорошо Мобец А Так как Мы в бою Мы не можем Открыть Дверь Надо было Одновременно Этих двух Мобов Убивать Ну и Нужно Вывести На более Чистую Точку Зачем Он-то Двигается Ну я тебе Два Сайва Нажал Это Должно Хватить Сейчас Еще Бурю Нажмем Тут У нас Закрашенный У нас Кружочек Не Закрашенный В Закрашенный Надо Идти Пока Баф Нужно Прям Быстрое Решение Делать В Все, бафа нет, можно поспокойнее уже Блять, вообще сейвов нет, кроме бури Сейчас попроще будет Рога хорошо, Мобус там прописал, 5 секунд четкий контроль Я лужу разолью, надо попыкать За что рут, блять? Ты че нахуй? Ну, сейв придется нажать Прикольно, блять Цветок закрашенный Листик закрашенный Листик не закрашенный Мы в бою Етажа нам Это Моб, к которому я вообще не подойду, да? Да, это он и есть Ну понятно, короче Ну пусть дамагеры играют с ним На него даже оковы не кинуть Ладно, под бафом скорость передвижения повышена Я могу успевать делать атаки Ну, в принципе, неплохо Типа, под соло таргет баф реализовываем Но не будет бы это соло таргет моб Мы бы две кучи мобов бы успели зачистить Ну, как вот в самом начале То есть Сука, блядь, разъяренная нахуй Представляете, у этих мобов еще будет модификатор разъяренный в будущем Часто типа, ладно, этот взрывной А потом еще дефолтный будет, разъяренный Понимаете, что они вообще делать будут? Там же вообще пиздец будут, ёбла, отрывать этим шквалом То есть у них у самих бирса И еще от аффикса будет бирса Подумайте Это ужас будет Друиды будут цениться, ханты будут цениться Хотя, не знаю, хантишка что-то не снимает с друлем То ли у них там кдшка То ли Я не знаю, почему они избивали Бирсу эту Они не хотят лисицу убить, пока это можно сделать Продолжение следует... Не знаю насчет механики в холле пала, но она интересная. Вольная в какой-то мере. Так, руты трапа. Ну, значит, мы мобай этого не трогаем. Окей, хорошо. А роги чем, что ли? Вытравляющим уколом или чем-то? Я не знаю, что тут нужно дамагать. Почему именно это? Вообще хз. А, это лист был единственный. Ну, сори, я что-то за хпшкой слежу, типа, за фреймами. У меня тут, блядь, есть за чем следить, будучи танком. Рога под кошем просто. Слушайте, тут профессионалы собрались, мне нравятся. Прям очень хорошо. Я люблю, когда ребята используют свою механику. На максимум. Зря я, наверное, роги бояр дал. Ну, типа, у нас один бояр будет на ластам. Ласта, блядь, много моментов. И бучих. Там, типа, Уза, разорви. Каз, сбей. Ну, неприятно. Просто неприятно на ласте. Ну, как говорится, на то он и ласт. Так-то, если подумать. Типа, нормально порвут Узы. Убьем босса. Щеточек продамагают. Тут тоже босса убьем хорошо. Он уж там пожирание свое накастовывает дурное. Щас мы немножко моба проведем, чтобы какие-то секундочки выиграть. Ну, я на месте стою с этим дерьмом. Мне кажется, человек с дебафом должен всегда на месте стоять. От него должны другие отходить. Потому что одному человеку подстроиться под четырех, это, ну, мне кажется, проблематично. Плюс, короче, чем дольше моб живет, тем больше он ауешет. Он, типа, ауешет сам по себе. И в тот момент, когда он долго-долго живет, он увеличивает свой наносимый демор от этой ауешки. Вот. Вот. Поэтому его тоже, как бы, надо нормально так убить. Более-менее в хорошем темпе. На сотке же тоже травы лазит, вроде бы, этот моб. Надо ласта, значит, курить под... Бафом гордыни просто и все. То есть стартовые проценты ему отъебать как надо и все. Кан должен будет следующий касс сбить, по идее. Хантишка не сольвет, будет печально. Сбил, хорошо. Не умереть бы тут. Очень злющие, моб, и просто злющие. Так, пиздет. Покаять этих маленьких. Надо поставить похилиться чуть-чуть. Сова хилить помогает. Ну, типа, правильно. Вот. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...